Здесь мы должны участвовать, то есть победители и экономы развития России должны учиться с коллегами из Магадана в Красноярской области, как основные заказчики транспортных услуг, подтвердить бюджетную эффективность, необходимость поддержки под программ. Вот следующий слайд, смотрите, я и предлагал здесь в качестве региональных институтов, у меня это институт Академии наук и рекомендует Неправа Матолога. Ну и дальше, то есть это история опять, дальше вот то, что у нас было, у меня вхажная, и вот смотрите, технический региональный атомобильного союза и реконституционное право тех же, в чем вы видите. И получается технический региональный атомобильного союза выше, чем конституционные права жителей Арктики. То есть в 10-м году республика принимала решение об их лупе, там прокуратура отменила, потому что федеральный атомобильный. То есть мы предлагаем решение системное. И вот в 15-м году мы обращались в Минпром, Минтранс, Минвосток развития только положительно ответил, ну и в результате он по развитию Дальнего Востока профинансировал. Последствия Дальнего Испытательного Бальгона дальше. Ну и вот то, что мы оцениваем, то есть где-то 10-20 миллиардов, это прогноз, то что бюджетная эффективность на уровне 40, это наши прогнозы, но это должен подтвердить не эконом развитию России, а на него должна быть экономика Якутии, Магаданских областей, чтобы в области выйти с подачи именно отраслевых министерств, то есть Минтранс. Это сейчас принято вот дальше, потому что в прошлом году, наконец-то двигаем дальше, вот смотрите, как раз общественная палата, Иван Иванович, там ТПП, все-все участвуют в прошлом году в проект развития, значит, Ростандарта, разработка этого Простандарта, принято, это первая редакция в декабре, в апреле вторая редакция была в Иркутске, в третьем квартале этот господь должен быть принят, так, дошли, ну и вот видите, он ее, это был, общественность, контроль, общественность, очень важно дальше, ну и вот смотрите, зона ХАЭЛ, где это касается, регулярно до того, пути, даже, значит, в связи с поднимать нельзя, часть Магаданская, Краснодарская, дальше двигаем, вот то, что немцы наши призматические условия оценивают, дальше, ну то, что было, вот, полигон, испытательные шины, ее, на конференции в апреле в Иркутске говорят, блядь, что вам уже преференциями ТСЭР пользуются при испытании, а наш автопром пока не пользуется, не знают, так дальше двигаем, ну и опять, спасибо, то есть нам надо решить, чтобы новорожденные дети и пенсионеры в Арктике все-таки нормальных транспортных условиях пользуются, вот смотри, внизу Камаз-Арктика, значит, снизу Мирхановский, я их уже в 16 или 17 году у депутатских схладил, вот, жилой модуль, на Камазе-Арктике, они до конца решили, увидеть, везде ходят у сельницы Мирханова, ну и другая там техника, вот, смотрите, вертолет лет 10 назад депутатских, порядка 10 базировалось, сейчас ничего, вот тот же Мирханов, он сначала купил вертолет, сейчас решил, что это экономически нерентабельно, перешел уже на автожиры, более реальным путешествам. Величенко Валерий Владимирович, ведущий сотрудник и прикладной экологии Севера. Уважаемые коллеги, действительно хочется выразить благодарность организаторам, потому что есть возможность высказать свое мнение, в том числе и по поводу охотничьего хозяйства, многострадального, почему многострадального, потому что в свое время были совхозы, была монополия на закупку пушнина, сейчас этого еще ничего нет, а взамен ничего не придумали. Но я думаю, что об актуальности охотничьего хозяйства, тем более для Севера, вряд ли есть необходимых говорих, потому что большинство мужчин, на Севере, и женщины, они, конечно же, охотники, хотя бы в душе. И, конечно же, неоценимая роль охоты для коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Якутии. До недавнего времени основными видами охотничьих ресурсов, как их сейчас называют, был дикий северный олень, затем белка, андатра, граностай, еще лось, возможно. В последние десятилетия ситуация резко изменилась, и практически не стало промысла песца, не закупают горонастая, практически не закупают, по сравнению с прошлыми периодами андатров, причины. Вы знаете, в начале XX века популяция дикого северного оленя насчитывала 360 тысяч голод на Северо-Востоке. Об этом более подробно скажет от Александра, за мной следующий выступающий. В настоящее время выделяют глядь популяций, и численность по результатам мониторинга, допустим, в 2017-2018 году оценена в 290 тысяч. Основная популяция веная-олюбинская, на которой приходится значительный процент добычи. Сундрунская популяция находится в благополучном состоянии, более 30 тысяч. А вот в отношении Яны Индитинской здесь большой вопрос. Буквально позаброшенном году мы были в Кустеянском и Лусе, проехали до Хаира. Меня лично угощали там консервами, то есть на ужин консервами. Хотя в свое время эта популяция составляла 130 тысяч голод. В настоящее время численность ее оценивается в полторы-две тысячи. И что интересно, знаете, вот пресс охоты давно не присутствует, потому что плоты на эту популяцию не выделяются. Домашнее оленеводство вроде бы не мешает, потому что опасается других местах. Вазпища свободная. И с точки зрения популяционной экологии отсутствие промыслового пресса должно вести за собой постепенное нарастание численностей. Но вот на протяжении уже, насколько мы мониторим, более 10 лет, численность даже 3-2, 2,5-3, значит что-то не так. И это вызывает обеспокоенность специалистов и требует немедленного начала многолетних исследований. Почему? Потому что в охотоведении есть такой принцип. Если делаете все правильно и численность не растет, значит кто-то мешает, кто-то пользуется вашими запасами. Поэтому наряду с научными исследованиями необходимо усилить контроль, возможно, за нелегальной добычей. Далее. До 90-х годов прошлого века добывалось 20 и более тысяч шкурок песца белого. В настоящее время закупки резко снизились, вот вы видите статистику, то есть десятки, максимум сотни добываются. Специалисты, наши специалисты говорят о том, что численность стабильная, можно ежегодно добывать до 4 тысяч, но при этом упускают один момент, цикличность, численность. Мне приходилось работать на таймуре в промысловом совхозе. И вот там однажды мы в Удимке нас собрали, специалистов, поздравляли охотника, который добыл за сезон 2,5 тысячи песцов. На него работала вся семья. Но знаете, какими силами? У него 15 балков, он завез большое количество угля, у него было несколько сот километров путиков, там тысячи капканов, понимаете? Когда у него спросили, вы каждый год тогда бываете? Он говорит, нет, в прошлом году 28, по заброшен 100. Понимаете, цикличность очень серьезная. И поэтому говорить о постоянном промысле, именно писании, приходится. Почему? В силу этого одиночным охотникам, неорганизованным, сложно наладить промысловую подготовку, провести. А это очень серьезно. Это нужно выехать, сделать обязательно привату, заготовить привату, обязательно отремонтировать путь, обязательно завести продукты, топливо, какие-то балки или избушки, скорее всего, балки. Понимаете? Одному не под силу это сделать. И плюс низкие закупочные цены. Поэтому в настоящее время реанимировать писцовый промысел, ну просто в наших условиях невозможно. Ну и дальше я хотел бы очень коротко сказать о состоянии других, как мы их называем, хоростепенных видов пушкленов. Горностай, Амандатор, которые в свое время тоже заготовились в довольно значительное количество. Вот таблица, допустим, на Горностайе, вы видите, что 5% от прошлого периода, прошлый период, это 73 года, когда действительно все сдавалось, ну практически все сдавалось по официальным каналам. Далее, запасы Амандатора тоже на высоком уровне. И вот мы в 2003 году летали на Среднюю Колумбу с представителем ЭДБР. И мы убедились в этом лично, что очень высокая плотность, около 5 семей на 1 километр береговой линии. Это высокая воспроизводственная способность видов. Но что мы отметили, летая на самолете, освоение только близлежащих озер. Немножко подальше озера, уже все, уже не осваивается. Так что запасы достаточны. А посмотрите, с 55 тысяч до 800, с 200 тысяч до 6 тысяч, хотя запасы есть. И вот я приведу пример. Стоимость одной школки Амандатора 180 рублей, в лучшем случае. В Горностае 75 тысяч рублей. Там, где есть соболь, более южных улусах, там охотники переключаются на соболь. Потому что выгоднее добыть одного соболя, продать его за 3, 4 или 5 тысяч, чем гоняться за, извините, на сотни белок или Горноста. Вот основные причины. То есть отсутствие спроса, нести закупочные цены. И еще очень важный момент. Вы знаете, вот мы говорим о потеплении. И вот действительно, потепление климата особенно чувствуется на Севере. Нам, ученым, очень редко сейчас приходится бывать, но мы общаемся с коллегами и говорят о том, что длительное незамерозание ручьев, речек небольших, оно не позволяет охотникам вовремя заехать на свои участки. Не позволяет начать подлёдный лов рыбы и тому подобное. То есть климатические изменения тоже каким-то образом влияют. Что еще? Вот я тогда вспоминаю работу в садхозе. Ведь у нас действительно были рабочие. То есть он универсальный специалист. Летом он занимается ремонтом. Затем, если предстоит какой-то серьезный сезон, песцовый, численный список, мы забрасываем его централизованно. Не его одного, а несколько человек. Это для подготовки. Исплаты были очень хорошие. То есть он получал зарплату и был занят в течение всего года. А сейчас охотники, одиночки, если получилось что-то добыть, он заработал, а в остальное время чем заняться? Поэтому это вот очень серьезная проблема для северных территорий. Все охотпользователи, а их сейчас около четырехсот в республике, обязаны провести охотостройство. То есть это что такое? Это среднесрочный план развития, который готовятся специалисты. То есть что есть, как использовать и какой будет результат. Сами охотпользователи не в состоянии это сделать, потому что там требуется специальный расчет. В законе прописано, что охотостройство должно проводиться за счет охотпользователей. И вот представьте, средняя расценка за один грак, допустим, пятьдесят копеек. Если на севере речь идет о счет идет на десятки и сотни тысяч гектаров, ну откуда был в основе эти деньги? И поэтому наше предложение выйти с инициативой, я не знаю на какой уровень, чтобы внести изменения в этот закон, чтобы внутрихозяйственное охотостройство все-таки финансировало государство, помогая тем самым охотпользователям. Ну и выводы. Значит, первое, что численность позволяет добывать больше. Для выяснения причин, в том числе вот такого жалкого состояния яно-инженерской популяции, обязательно нужны многолетние научные исследования, обязательно нужно усиление контроля, потому что это тоже известная беда. У браконьера Ямаха, у нашего инспектора в лучшем случае вихрь, понимаете? Который ломается на второй сезон. Затем, для повышения эффективности громца. Об этом говорил прежний глава нашей республики, о том, что нужно начать кооперацию. Как в рыбной отрасли, так в охотничьем хозяйстве. Потому что сейчас охотпользователи, они не защищены, они не могут объединиться. Каждое что-то там пытается своими силами. Поэтому нужно начать кооперацию. Для этого нужно проведение исследований, для этого нужно привлечение специалистов. И вот как мы говорили о необходимости разработки стратегии развития политической ценности. Знаете, в Библии скажем, трудящиеся, достоинки пропитания. То есть за все нужно платить. Если мы скажем, давайте, давайте, вот сейчас вместе напишем. Не получится. Можно обязательно реанимировать государственные заказы инститики на научные исследования. Потому что до недавнего времени он составлял где-то объем был около 100 миллионов. Сейчас в лучшем случае 5-7 миллионов. То есть обязательно нужно платить. Как разработку стратегии, так и разработку вот этих организационно-экономических вопросов охотничьего хозяйства. Большое спасибо. Спасибо, Валерьевич. Спасибо. Спасибо. Так, идем дальше. Левошаткин Александр Анатольевич. Ну, старайтесь не повторяться. Мы уже поняли, что оленей нет. Мы их давно съели. Что-то радикальное предложите. Потому что мы сейчас, вот то, что вы сказали, Индигира, Валерьевич, ваши выводы... Валерий Владимирович, вы сами-то верите в ваши выводы, что мы их съели оленей в Индигирской-Янской? Да. А кто их съел тогда? Ну, фамилии хотя бы назовите. Гороховы? Да? Вы убеждены, что вы говорите справа? Я был недавний руководитель Госпомарки. Потому что года два назад... Нет, ну это начальник, он всегда скажет. Мы собирались... Нет, смотрите. Мы собирались... Охотничья общественность собиралась, и он говорил, что я приложил руки по уничтожению депопуляции. Почему? Потому что сверху был приказ. Больше мяса. Больше мяса. В какие-то годы? Года младших. Ну, в девяно... В восьмидесятый... А, ну если так, тогда, конечно. Тогда был плавно хозяйство. Чисто человеческий... Потому что сейчас они без мяса сидят уже второй десяток лет, понимаешь. Вообще не кушают мясо. Хорошо, спасибо. Послушаем сейчас, куда делиться. Здравствуйте, уважаемые участники. Позвольте, кстати, оплат. Дима. Дикий сиренолей. Дикий сиренолей – это важнейший источник мясоидичной продукции на Сибире. Фактически, здесь в Сибире и здесь мясо на столе. Нет оленя. И вот кушинку пришел в бок. Сейчас сказали. Такая вот проблема существует с сибирской популяцией, частично сибирской популяцией. Она не так называет вопросов. Тракумпировка, вернее, уже популяция. И по ней более крупные, это Лена-Генёвка популяция. Ну и насчет Сибирской популяции. У нас существует 5 популяций. Это вена Хминьокска, вена Декхска, вот она обува обозначена, ее кусочки большого цвета красного обозначена. Кузьгенская группировка, вена Хминькирская, которая фактически исчезла. Сундурунская популяция и островная популяция, цвета, которой сейчас неизвестно. Первая вена Хминьокска, популяция, историческая. В настоящее время мы наблюдаем максимум численности этой популяции. Она относилась к данным учетам 2009 года 95,5 тысяч. Возможно, что их стало больше. Но, несмотря на то, что численность этой популяции у него заранее не смогли, тем не менее, существуют же очень серьезные проблемы с этой популяцией. Буквально с начала декабря 2004 года очень резко вне 10 пути миграции, пути сроки миграции, протяженности миграции. Наденем руку на свою литовку, и вместо того, чтобы нормально покормиться, напрофицировать и так далее, они просто разбираются. Получается, у нас по миграции развелся на этот период. В итоге, с того не всего, с 2004 года популяция пошла оборуда. На зимовке. На зиму нам примерно пресекали полный люк. Это, как и происходит, это ловкость. Потом 70 дней идут. И, соответственно, не задерживались. И, наконец, в 8 безоставов, в 3 месяца, вот оно вот здесь, наверное, на слое видно. Ну, снова на зимовке и почек влево. Все это чувствует. К первому слайду вернитесь. Как-то. Первый слайд. Первый. Вот там, ровно таким точкой, здесь морковки, назначенные зимовки. Сорвенные зимовки вот в 3 месяца. Они сместились. Очень-очень прямо на юг. То есть, обеи еще там. Ее можно подкормиться, привезти, провести зиму. Раньше они развивались гораздо сильнее. То есть, это происходят какие-то периодные изменения. С чем они связаны, трудно сказать. Потому что возможно линии. Ученые считают, некоторые ученые считают, что это возможно в отравлении пастбищных летних. Другие ученые считают, что это воздействие от потепления климата. Из-за потепления климата происходит переволожение пастбищных летних. И воздействие просто, ну, сапогленность не дать. Хотя там, вроде бы, такие, какие-то комединисты, другие участки. Ну, трудно сказать. Поэтому, ну, необходимо проведение наземных исследований. Почему? Из-за чего это происходит? Вероятно, разработать эти мероприятия может быть слишком многих стало. перегулировать назначить связь и так далее. Это вот проблема для анонимных исследований. Необходимо применение анонимных исследований. Сейчас инфертуру геологии помнится использованный мониторинг с помощью, наверное, спутников окрашенков. Ну, наблюдать в космосе – это одно, а на гамере посмотреть, в сравнении глазами, и что там происходит – это совсем другое. Далее. Устянская группировка. Эта группировка, да, в настоящее время, фактически, можно сказать, исчезла. Около тысячи голов. В начале 2002 года, это было около трёх пищ. Ну, это искусство заповедника, то есть, пока не все было, что там происходит в пленях. Поэтому необходимо тут проведение таких очень серьезных исследований, почему здесь, сколько их там и так далее. Далее. Яна-яйгизка популяции. Яна-яйгизка популяции по казаке. Это была самая крупная популяция в Якудии, было около ста тридцати тысяч пособей, и в настоящее время их осталось около двух, около полутора-двух тысяч. Ну, вечно проводил учёты в 2012 году. Тут был вопрос, кто их, если я, кто их съел? Это вы о диких говорите? Я не. Я о диких репуляциях. Ну, в 2011 году, за год, до проведения вот этого учёта, в 2012 году, когда мы выявили такое историческое падение, мы проводили учёт вовсе в Крыму-Магилевской, в Крыму-Магилевской, в Крыму-Магилевской, в Крыму-Магилевской, в район Мочекандья, в Сыгук, в Крыму-Магилевской, в Крыму-Магилевской, в Крыму-Магилевской. Во время учёта мы заметили вот такой участок, довольно большой территории, по следам, не знаю, что сошли туда. Ну, сотни, две или три, в итоге, оленей, куча следов уранов, с ним проходов, и кто-то на помощь не больше. То есть они достигли, перебили. Кто это сделал? Вот так вот. Ну, не знаю, что, если он пытается и вык, он человек не тянет пузырский. То есть, несмотря на то, что вот такая катакстрифическая ситуация, он их продолжает как только истреблять, не давая под ней голову. Это вот, насчёт, я думаю, из Крыму-Магилевской. Далее. И поэтому, опять я тебе говорю, необходима контроль, усиление мер охраны, оттуда на длинный период в конце марта, в начале апреля, когда самки собираются вышки с газа и пытаются идти на свои литовки. Вот, и необходимо видеть, конечно, исследование. Сундульская популяция, во-первых, стабильная популяция. Она вот, заселяет Кондаковской плоскогории. Вот это, небольшая, малая горбаточа, это места литовок. И, максимум, численности в 80-х, около 45 тысяч рублей. И сейчас, примерно, около 27 тысяч осталось. Ну, благодаря тому, что Томовка и популяция распадается на владельце Кондаковской группы, ну, куда просто напасть, люди не могут доехать. и достать их от него. Это, вот, спасает их перепопуляцию. Какие улусы у нас? Это Среднеколымский, Нижнеколымский, и часть Химонского улуса. А, 9-я часть. Ну, и Новыйский. Улус, кстати, к востоку, вот, один еще есть, а к западу уже нет. Ну, и, необходимо, конечно, изучение Томовской островной популяции. Что там происходит? Сколько их там ленин? Никто не знает, ситуация неизвестна. На каких островах они остались? Сколько их осталось? Тоже неукринема такой популяции. То есть, необходимо принятие какой-то подпрограммы и программы по изучению сигнализма, поскольку переделение мяса, это жизнь и любых. Сейчас кушать ту штуку вместо того, чтобы везде нормальное свежее мясо. Ну, мясо. Все. Спасибо, Андрей Иванович. Ну, вот, исходя из этого выступления, можно сделать вывод. Сран, что в республике отсутствует сегодня система работы вот в этой части. ну, заметьте просто, порядок цифр, нужно их объяснить, как это, вот, в 93-м году, заметьте, да, боголовье было достаточно приличное под 100 тысяч бегало оленей в густьянском районе. в 93-м году у нас началось что? 25 тысяч оленей у них плановый забой, у них мясо, вот так. Тогда происходят те события, связанные с космосом, с шаманизмом, еще какими-то потеплениями, я еще говорю, болезнями. Ну, так не бывает в жизни. Потом цифры ваши, да, вот, 75-й год, я как раз 10 лет работал в Булунском районе, в том числе маленьких оленеводов, да, из вертолетов. Били этих оленей нещадно, это была просто кровавая бойная, план выполняли, не ради просто так сказать, а этот план выполняли. На воде, в протоках, тысячами. Для чего? Не народ кормить только. Там военных, потому что в домашних оленей было 42 тысячи оленей в Булунском районе. Еще 100 тысяч этих берут. Вы подпочитайте 50 килограмм олей. Кто ж тогда кушал-то? Американцы? Теперь дальше рассказываю. Зверофермы, в кюсюре зверофермы все были на олене мясе. Это мясо кормили оленей этих, песцов. Ну сколько песцы съедят? Ну сколько песец в день съедят? Сколько песец съедают в день? Килограмм. Ну вот сколько они оленей слопали? Я тогда считаю, что вот это все подлежит тщательному анализу, потому что остаться без оленей нашему региону, а всего осталось 158 тысяч оленей домашних, если по вашим сейчас вот этим данным осталось еще меньше диких оленей, о чем мы тогда в счете надуваем? Проводим съезды всероссийские, всемирные и добрянцев до сих пор у нас считается наш коллега бывший главным оленеводом России. Учим, как жить, чукчим, ямалонемцам, понимаете? вот эта кривизна информации, абсолютная и какая-то полуправда, она не дает сегодня правительству принимать какие-то решения. Так я вам официально говорю, как оленевод. И мы с ним голотимся, дайте оленеводу зарплату 30 тысяч, 40 тысяч, давай, 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 я держу, сошьем, оленей все меньше и меньше, дикие олени никого не уводят, и одну стаду осталось, две тысячи. Я закончу. Когда у одного Барабанского двадцатого Александра Васильевича в Хаирской тундре, как раз явно индигирской популяции. Я почему-то говорю, просто вас прошу, вот, Александр Анатольевич, это очень важно, понимаете? Мы проводим научно-политическую конференцию, нам нужны такие серьезные выводы, вот, иначе мы просто останемся, я даже не знаю, к кому обращаться. Космос, космос, наземные, наземные. У нас, я еще раз говорю, сегодня не надо на оленях, раньше на оленях, на вертолетах, сейчас у нас на Ямахах можно тундру и сколесить вдоль и поперек, пересчитать всех оленей и важенок, и буров там, и всяких разных. Вы сказали про деньги, вот там говорили, давайте вот тогда формулировать предложения, более конкретные в нашей рекомендации, потому что в проекте рекомендации ничего такого нет. Это очень прошу вас. вы поработаете вместе с коллегами, особенно охотничий промысел, он назвал уже цифры. Я просто, почему цифры? Потому что мы когда дойдем до рыбы, если тут до рыбы нет просто, то там их теологи наши, вообще им выделяли деньги только на зарплату, чтобы уходить на работу. А на изучение рыбы в озерах, в реках, вообще деньги не выделяли. Поэтому они ходили на работу, их теологи, это наши ленские, но они сами вам подтвердят. То есть в этом смысле нам нужно ломать систему про Арктику. Польный, да? А так, в принципе, конечно. Спасибо. Ну, я еще... Вот у нас эксперты Балановы, Накиньки Михайловны. Да, да. Он здесь, где он Баланов? Мне бы хотелось послушать. Пусть в двух словах скажет. Вот то, что мы сейчас услышали. Да, да, да. Что же причина? Скажи. Так общий вывод сделан. С минсельхозом. Да. Я назову одну цифру. В 1938 году в Якутии было, в 1938 году, перед войной. Было около ну, 400 тысяч лет. Это домашнее. Ну, тут причины, наверное, все знают. В России, у нас, мы говорим, есть законы об охоте и охотничьем хозяйстве Российской Федерации. На уровне России принята стратегия в 1930-го года. Но вместе с тем, в Республике Сахаеву в последние годы фактически государственная поддержка охотничья и хозяйства республики не получает фактически. Нет, я паренью говорю. На то, что по диким оленям специалисты же дают оценку то, что было истреблено действительно в 1980-х, в 1990-х годах какие были вот эти. Гоняя планы действительно, фактически по булунскому оленям. Я сам тоже уроженец булунского оленя. Действительно, вот, главный затерник совхоза булунский мне сказал, что за 20 дней на переправе было выбито 2,5 тысячи дикого оленя. Вот у нас за 20 дней. Вот такие моменты были в Союзе. Вот эти как раз перегибли и перебили вот эти позиции. Но вместе с тем, по лено-оленевской, по устью оленевской популяции как раз идет еще и промышленная строим зимники, меняем маршрут эмиграции. Вот эти факторы действительно влияют на те позиции, которые у нас есть. Но, в то же время, как раз мы были в Москве и по сундрунской популяции и по Яны Нигирской, наверное, есть вопрос, потому что чукотские специалисты дают оценку, что у них 170 тысяч дикого оленя. Увеличение именно популяции чукотской породы вот как раз на стыке границы нашей и чукотки вот как раз по баллону. 180 тысяч дикого оленя дают оценку. Поэтому, наверное, может быть, есть моменты, что действительно был переупас и миграция ушла в ту сторону. Такие моменты есть. Спасибо. Урожайные коллеги, я сейчас ухожу, там совещание будет выказать до правительства, хотя там и население, мы и созданием условий для населения чем-то заниматься, народным творчеством, как сказал недавно Асен Сергеевич, нужно деньги выделить хотя бы что-то, они там начали творить, делать, забирать, реализовывать, видеть, там не буду говорить, ну и т.д. и т.п. это вот не сырьевая экономика, то там будет грудь, выводы сделал Асен Сергеевич. Рыночных отношений в Арктике нет и быть не может в той классической форме, которой нам преподносят сегодня законы. это они сказали, читайте, слышите, нет и не может быть в нашей якутской Арктике. Добавочную стоимость получить невозможно, кроме как привезти и продать кетчуп, деваться больше некуда, строганину без кетчупа вроде в крюке. Всё! Поэтому, если мы сможем разрушить этого идола, тогда мы, конечно, внесём реальный вклад. Спасибо. Я извиняюсь. Хорошо. Продолжаем, да? Тогда у нас следующий выступающий Корякин Афанасий Григорьевич. Здесь он присутствует. Докладывал способ содержания домашних сиренных оленей. Ну, мы говорим 10 минут, да? Да. Уважаемые участники дворечной конференции. Ну, тут по плану много было приглашённых. Главу лучше, я знакомых не вижу. Это как будто это по традиционным атмосферам вопросов и, наверное, проектов нету. Но самое главное, я 90-х годах работал первой главой Жиганского района. В 2000-х годах работал первой главой Киевского муниципального образования наследия. наследия. Когда я работал, у нас вообще первый вопрос был это традиционные возрасти. Так. Кистоты, когда я работал, как самостоятельно уже районом не зависел, ездил, мирную себя держал, запрещал договора поставки рыбной продукции летом. Они построили дни, оттуда возили. Зимнюю рыбу возили 20-тонными вертолетами с Кистотем. И сейчас этого нет. Вот в связи с этим, ну вот сейчас ежегодно дают задание составив социально-коммуническую программу. Но это, как говорится, форму заполняет, ежегодно и 2-твои тоже. Поэтому мы разработали консенсию развития территории, вообще территории поместительского муниципального образования Кистотем. И исполнение этой консенсии составили дорожную карту территории традиционного производства. Все это мы представили правительство, тогда во время отчетов. Положение оленеводства в России становится с каждым годом все более тревожным. Основная причина это технический поражение селью, который мы своей жизни не догоняем. И традиционный способ сохраняется в 17-18 веках. Поэтому оленеводы туда неохотно идут. Сейчас вообще мы проехали, как полагаем, не новые. До совхоза Поварная и совхоза были мелкие. Сейчас семьи держали один день. Мало количество. И сейчас это возродить на новом экономическом уровне. по слайдам пойдем. Первый слайд. Слайд вот этот сырай мы получили патент и во время получения названия получилась способ содержания новостных северных оленей. так этого проекта главный автор у нас Николай Борисов Много лета работавший директором оленеводского сабхоза и главой оленеводского района. Я как инженер веду вообще техническую часть этого проекта. главная перспектива заключается в создании критикально новой технологии содержания оленей, суть заключается в глубоком одомашивании оленей, который позволит уйти от производственного производства кочевания и создать условия для заготовки продукции на высокотехнологичном уровне, обеспечивающих мировым стандартам. Второй слайд. Основные цели проекта. Выделение темы патентопроизводства. Создание условий для производства новых видов продукции оленеводства в высокотехнологичном уровне, обеспечивающим требованиям мирового стандарта. Переведлечение работников науки, цель изучения направлений применения производимых продукций оленеводства. Перевышение инвестиций для производства востребованных продукций оленеводства. Пятое. Убращение дохода и качества жизни оленеводов. Создание условий для возрождения традиционного уклада жизни семени на новом технологичном уровне, что будет положительный влияет на социально-экономическое развитие северного района. северного Третий файл. Это уже задавчик пойдет в этих слайдах. Это подбор места образования вот такого хозяйства. Место должно отвечать следующим требованиям. Постояние наличия воды возле река или другой водоем. Наличие зимних весенних осенних память с расчетом не менее чем на 200 голов основного стада. Биологическая продуктивность литой с расчета заготовки не менее семидесяти шести семидесят тонн в зеленом осечении июля августа месяца. Четвертый выбор транспортной схеме для завоза груза потребностей фирмы и вывода продукции. Постоянное обеспечение электроэнергии или газом. Шестое перед необходимостью наличия авиаплощадки. Четвертый слайд. Зима. Зимнее время. Ни с чем особо от обычного традиционного способа не отличаются олени должны быть максимально обеспечены как бывает транспортных стадок. Минеральная следовая подпорка и охрана животных. Слайд 5. Тут весна. Полтора месяца. Содержание бибкой изгороди. Дополнительное кормление. Весенний и осенний периоды характерны тем, что применяется содержание бибкой изгороди. что предотвращает утеря линей во время весенней оскучки и осенних темных ночей. Причем этот метод позволяет организовать плановое использование пальцев с учетом естественного постановления. На практике этот способ достаточно распространен и особой сложности не представляет. В проведении угодно и отелок визгра гарантирует резкое повышение показатель по деловому выходу. Шестой слайд. Это самое главное. Лето два месяца. Содержание помещений исключает влияние солнечной радиации от воздействия перепончатых кровососущих насекомых. Полное механилиозное кормление, получение продукции и ее первичной переработки. Для технических ветеринарных мероприятий летний период становится технологическим революционным моментом. Суть в том, что именно на период летней жары во время массового лета кровососущих насекомых, организм оленя подвергающий резкому отрицательному воздействию окружающей среды. При этом в этот период времени олень теряет весь, резко снижается сопротивляемость организма. По этой причине более половины годового неправоеводственного расхода приходится на это два месяца. Следовательно, нужно в это время содержать оленей в закрытом помещении, что кровососущие насекомые не мучили животного, и организм не подвигался от погреба подполнительной радиации. Основное условие оленд был настоят на специальном погоду, обеспечивающем нормальное санитарное состояние. Надо иметь также болезнь для выгула, корм, зеленая масса, структура кормов и расчет зависит от специализации стада. Остальный искусственный водоем, все простейшие заготовки приготовления кормов должны быть в этом случае создаются услуги для высококачественного забора крови оленей доноров, стерейского фанта, стационарного услуга, механированная дойка важна, и не убить технологические мероприятия. лайн сэм, это осень, также как и весной, на это время постоянно фермер в школе делает футг экономические, социальные, экологические, зоотехнические и ветеринарные. Слайд «Ведерение» — вот тут видно, какие новые технологии могут применяться — промышленные и цифровые технологии. Десятый слайд. Тут для Кабуна-Дене строительства обойдется где-то 10 миллионов 300 тысяч производства основного комплекса. 7,5 миллионов — это смены в 2014 году. И с учетом применения новых материалов это может уменьшиться. Слайд 11. Да, слайд 11. Мы являемся 2015 года, 2014 года, резидентом Технопарка. Участвуем во всех мероприятиях. В протоколе есть совещание у первого доместителя правительства, в протоколе совещание комитета Арктики. В 2015 году участвовали в отборочном пункте передокселератора Ускокова. Первые этапы прошли, потом получили, что этот проект социального значения. И регистрация патента в 15 января 2018 года. — Спасибо за внимание. — Хорошо, спасибо. Ну, если необходимость, есть у кого-то срочно такой вопрос? Ну, тема понятная, научная. Нет тогда вопроса? — Иннокентий Михайлович, это хорошо знает, немного работает. — Конечно. — Просто я бы попросил бы вот этот настрой вопрос и перечить это. — Ну, у нас протокол уже ведется, да? Потом будут подводиться итоги, это секция будет докладываться. — Взялатель, который весь этот наш концепт, можно назвать, потому что я сейчас концепт. — Ну, вы предложение сделайте, пожалуйста, конкретно. — Да, мы не представляли. — Сюда дали. Нет, сюда. — Нет, правительства. — Нет, в конференцию, сюда, в конференцию. — В конференции? — Нет, сюда, в нашу научно-практическую конференцию дайте, пожалуйста. — Ну, я документы в вашей системе. — Вы жрать вот этот. — И вы тогда померьте, что обязательно нужно везти. — Ну, да, пожалуйста. — Да. — Вы кто померите, наверное? — Рянь. — Рянь, да. — Какой жгутся? — Жиганский. — Жиганский. — Каштатер. — Каштатер, да. Каштатер. — Ага. — В вашей системе я не вижу ни дымокуров, ни перекручевок, ни качелей, ни... Кочевать не будут, кочевать не будут, зубокуров. Если вы будете держать линей два месяца сразу, в одном месте, без передвижения, где-то у вас было два месяца, они заболеют обязательно копыткой. Знаете, что такое копытка? Когда они на одном месте держатся. А если вы передвигаете, почему передвигаются кочевые народы? Потому что лишайник оленей, он растет только из 2-3 миллиметра в год. Вот они за ними гонятся. Старые они выросленно могут потреблять, когда они вытаптывают старые ягоды, у них эта земля набивается между копытками, и вот это получается копытка. И будут они вымерять ваше оленя. Вся эта популяция у вас выморит. Популяции не будет. Почему не будет? Я не себя так и мыла. Ну-ка, вся тебя. И специально... Мы можем уточнить это. Мои оленяевки были зарезными оленяйодами. Да нет, можно это как-то уточнить. Это какой-то разговор не минутный. Нет, он другую и что-то не мог. Да. Не знаю, что люди у тебя здесь говорят. Ну, хорошо. Переговорите, если что. Про это можно с новой. Хорошо. Нет, ну что, еще вопрос? Значит, вот апробация вашего способа содержания оленей, да, во-первых, она как апробирована, и так далее, или какие-то другие опыты есть, которые вы основываете, прототипы, и так далее. Нет. Второе, значит, а расчет экономической эффективности вы проводили, спасибо? Нет, это социальный проект, вот это само создание, да? А экономическая, это получение продукции пойдет в 3-4-е годы. Расчеты есть у нас. Я же только сказал, этот проект с полково экспертизы проходил. Если вот заключение... Как вы собираетесь внедрить, развивать вот ваш проект? Что? Как вы собираетесь развивать ваш проект? Ну, я только сказал, что, если ты, мы на базе муниципальных гражданей на тысячи годов хотим создать бета-рюниверсий фермер. А, господи, по республике? По республике уже желаю, что будем работать. Мы работали в Алтанске, в Томборске. Я, короче, рад видеть вас. Не, вопрос-то хороший, конечно. Но потом, чтобы распространять, если это есть эффективность очень большая, можно бы и постановление правительства принять, когда обобщать. Понятно. Еще вопрос, да? Мне надо... А? Еще раз председатель. Ну, пожалуйста, еще. Переедела в курсе. Переедела в курсе. Ага. По эффективности... Скажите, пожалуйста, вот, допустим, есть интерес, допустим, воспользоваться вашим патентом. А как вы обучаетесь специалистов? Или как планируете передавать в курсе? Ну, это лицензирует в курсе. Нет, исполнители, это специалисты членское хозяйство. Этому будут заниматься ветеринары, зоотехники. Да, мы хотим перевелить молодых туда. А вот насчет организации, это мы объясняем. Уже много раз эти... Жиганские знают, Тампонские переходили к Борису Лукаревичу. Встречались с директорами совхоза. Оленевской работали, да? Оленевская тоже сейчас соглашается с вот этой... Начать такую работу. У них есть возможности, у них Глороса помогает. Поэтому последние поездки Борис Лукаревич там осталось головой договаривать. Хорошо, спасибо большое. Это можно посылать туда, кто заинтересуется. Давайте посоветуемся с вами, уважаемые товарищи. Вот у нас сейчас уже должна начаться другая секция. Уже должна начаться. Поэтому у нас 4 выступающих. Если, скажем, по 10 минут, 40 минут. Да, и там люди уже ждут, кто пришел сюда или здесь уже находится. У меня такое предложение. По 5 минут и, ну, конкретные какие-то выводы или предложение в нашу научно-пактическую конференцию. Потому что доклады-то у всех и письменно есть, и электронно. Будут издаваться по итогам конференции научный труд. Туда они войдут. Вот то, что вы считаете важно, подчеркнуть и привлечь внимание. Согласны? Согласны. Ну, хотя в пределах, да, 5 минут, не больше. Ну, тогда Андрей Леонидович Попов. Главный специалист госбюджетного учреждения, дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий. Его тема доклада в оптической, овцебых в оптической зоне республики. Да? Ну, мы как договорились с вами. Добрый день, уважаемые участники конференции. В общем, на фоне падения нехитленности домашнего и дикого арене, вот сейчас об этом как раз говорили, особую виртуальность для северных арктических территорий России приобретают мероприятия по расселению овцебыков в тундровой зоне, имеющие реальные перспективы для создания нового направления социально-экономического развития районов крайней России. Расселение вида началось в 1974 году на Таймыре и острове Брамбель и осуществлялось за счет государственного бюджета Советского Союза. В последующем мероприятия по расселению вида проводились за счет местных бюджетов субъектов Федерации или частных компаний. Настоящее распространение свободно живущих статов-цебыков это Таймыр, тундровые районы Якутии, остров Врангеля, Ямал и небольшая группировка вида в Магаданской области. Овцебык это самый перспективный для расселения вид охотничьих копытных и ревотных на крайнем севере России. Высокая экологическая пластичность овцебыка, оседлость и низкая миграционная активность, способность его воспроизводства и расселения являются основными положительными факторами реаклиматизации этого вида в расселении. Расселение овцебыков в качестве пищевого ресурса и живого стратегического запаса, не требующего специального ухода и содержания, создаст гарантированный пищевой источник для северян, потребность к которому должна возрастать в ближайшем будущем. Второй слайд, да? Овцебык повышенный. Овцебык это крупное копытное животное, в общем, масса тела 250-350 килограмм самцов, у самых на 70% меньше. Как раз вот расселение овцебыка, это опыт, международный опыт такой, зарубежный опыт, положительный опыт, расселение такого крупного животного. Именно мы сейчас тоже этими занимаемся. Так, третий, четвертый. Так, вот с 1996 по 2017 годы дирекции Биоресурсов и особо охраняющих природных территорий организованы 11 выездов от лово-вцебыков на восточном побережье Таймыра, острове Большой Бегичин, это Набарский район, и Ямали, в ходе которых выпущено в пудровой зоне республики 190 животных. Современные местообитания от лово-вцебыка расположены в Алайковском, Аннабарском, Бумовском и Низнеколымском районах. А их численность в 2018 году оценивалась в 2200 особей. В этом году мы подумаем, что их будет около 4000. Но живут они в декой природиках. Последующими выпусками необходимо заферить Вуссианский район, а также осуществить дополнительные выпуски в местах обитания вида для увеличения численности ослабательной популяции. И генетической разнородности. Животные в течение за 4-5 лет численность увеличивается в украду. Как показали предварительные результаты работ, перспективы расселения в Сыдукове и Кутии очень хорошие. И острова, потому что можно будет заселить, и даже горные тундры. В областье временем охота на овцебыка может поддержать радиационные промыслы и круглогично обеспечивать высококачественными продуктами питания, кожевинами и миховым сырьем на челении арктических районов. По расчетам специалистов, поголовье овцебыков в Якутии может превысить 100 тысяч голов. То есть население республики сможет ежегодно добывать до 25 тысяч животных. Использование животных в заготовке мясной продукции и развитии мясного производства в ближайшем будущем может обрести статус отдельной отрасли в рамках государственной продовольствии и политики. У овцебыка очень легко добывать, потому что это стадное животное, и вес того, чтобы убегать, как это делают олеи, например, лоси, вот